Thunder X3 Arctic White. Что мы знаем об этом кресле? Ну, разве что в интернете, кроме продажной жопы AXBT Games, я не нашел ни одного более-менее честного отзыва. И сегодня наша задача поправить положение и рассказать, что это за говно, можно ли на нем сидеть. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Спойлер, не на Thunder X3 Arctic White. И давайте смотреть. Всем привет. С вами Сковорода. И по мнению многих я веду невероятно маргинальный образ жизни. Я вешу около 130 килограмм, провожу за компьютерным креслом в районе 10-12 часов в день, никак не меньше. И мне нужно кресло, чтобы проводить это время на нем с максимальным комфортом. Разумеется, я сразу отправился в интернет с простым, казалось бы на первый взгляд, запросом. Стул должен выдерживать до 150 килограмм и быть игровым. Но просто в моем представлении игровое кресло это место, где всякие дотеры, варзоновцы, хентайщики и прочие-прочие ракообразные дрочилы проводят сутки напролет. И уж производители игровых кресел-то должны что-то знать о надежности и удобстве места, где сидят подобные ленивые задницы. Но нет, не стоит питать иллюзий. Все, что знают продавцы кресел, это как завести к нам китайское говно, перебрендировать его и продать втридорого дурачкам вроде меня и вас. Чтобы вы понимали суть дальнейшего обзора, я сейчас рискую жизнью, пытаясь насидеть на том говне, который называется Thunder X3 Arctic White, который не дожил всего лишь трех месяцев до трехлетнего срока эксплуатации под моей задницей. То есть, по идее, этот стул как раз-таки достиг тех самых десяти тысяч часов, в течение которых он должен был стать профессионалом по поддержанию моей задницы. Но, как вы видите, он стал кучей бесполезного мусора, захламляющего мою комнату. Покупал я его за 40 тысяч рублей, и с учетом всех расчетов выходит, что я тратил на его эксплуатацию 4 рубля в час или 1200 рублей в месяц. И именно на эти 1200 рублей в месяц планомерно обогащались продавцы говна, под которым мы сейчас и попробуем найти стул. Посмотрите на это чудо природы со стороны. Я не говорю про некие искажения в крене и рысканье, я говорю про его общий вид. Да, тут нормальные швы, здесь нету к ним никаких вопросов, но меня очень смутило то, что, как говорят производители, чудо-наноматериал, нанодышащее покрытие и все вот это вот экто-био-веган на деле оказалось обычным кожзамом, который просто сам по себе через какое-то время ошметками остается на вашей заднице. На стуле также присутствуют в комплекте две подушки и обе они абсолютно нефункциональны. Спинка у стула огромная, до верхней я просто не дотягиваюсь, а нижняя, по какой-то неведомой мне причине, постоянно находится вот в этой дырке, как бы я на стуле не сидел и как бы я ее не закреплял. Спинка у стула качается отдельно от поджопника и это хорошо, но хорошо это только один раз. Целевой сценарий использования этой функции это подогнать ее кривизну, под кривизну вашей спины с честно заработанным сколиозом, зафиксировать там и забыть. А вот с фиксацией подлокотников дела обстоят куда хуже. Да, они двигаются по всем направлениям и к ним нет никаких вопросов, кроме того, что если этим механизмом злоупотреблять, они все слижутся и двигаться они уже будут сами без вашего желания. Поджопник стула также вызывает вопросы. Для меня он просто огромный и чтобы согнуть ноги в коленях, приходится использовать не всю его площадь. Два единственных плюса этого изделия находятся как раз таки снизу. Во-первых, это колеса, которые, я не знаю, они не прорезинены, но они просто состоят из какого-то качественного пластика, они у меня не потрескались, не расторапали мне пол, как прошлый стул от компании Бюрократ и в целом показывают себя хорошо. Ну и конечно же, газлифт, не могу ничего плохого про него сказать, до последнего он выполнял свою функцию и по окончанию срока эксплуатации не отстрелил мне в очко, как это происходит с дешевыми стулями. Стол для меня слишком большой и с этим не поспорить. И я, знаете, даже не знаю, то ли я дурак, выбирая его по отзывам в интернете, а не просто придя в магазин и сев на него своей задницей. Или просто производитель предполагает, что если пользователь стула весит до 150 килограмм, то это не жирное мерзко обрюшкшее тело вроде меня, а высокий голубоглазый мускулистый гигачат, которому такое сидение будет как раз. Производители, ну, наверное, лучше сказать просто продавцы этого говна, я спешу вас расстроить. Гигачады не проводят сутки напролет перед мониторами. Они все либо в качалке, либо занимаются парным программированием, ну, без компьютера, если вы понимаете, о чем я. И если пользователь хочет стул с разрешенной максимальной массой до 150 килограмм, то со стопроцентной вероятностью это жирная оркская собака. Но ты, дорогой друг, я уверен, здесь не для того, чтобы посмотреть и послушать, какой это стул хороший, а для того, чтобы увидеть, что же в нем сломалось. И давайте посмотрим, что окончательно вывело его из эксплуатации. Ну, похоже, я перехвалил вот этот стул, я его когда разбирал, чтобы вам подснять, вот тут вот какая-то, что-то превратилось в труху, что-то куда-то выпало, и все у меня полы в говне, какая-то деталюшка куда-то откатилась, но не столь важно. В подъезде у меня орут дети, так как будто, ну, они тоже сидят на стуле Thunder 3X White. Но я вам хочу рассказать вот про устройство и про принципы безопасности на стуле. Здесь газлифт устроен так, что вот его вот этот вот подвижный поршень, он, так сказать, оттопыривается вниз. И вверх, к вам, так сказать, в нижнюю макушку целится толстенькая часть. То есть одно у него все-таки преимущество есть. Если вдруг газлифт начнет стрелять, то в задницу вам войдет плоская часть, а не вот это вот острие. В стульях подешевле, там, бюрократ какой-нибудь, там, рейзер. Тут с этим никаких вопросов нет. Вот эта вся штанга перевернута, и, соответственно, когда происходит то, что происходит, то, чего мы все офисные ребята с вами боимся, это вот эта вот штучка короткая, она резко выстреливает, на всю длину продалбывает, так сказать, дорогу. И потом уже в состоянии шока и полного расслабления вы принимаете всю вот эту вот мощь, вот этого толстого шланга своей задницей. Так что газлифт мы уважаем. Во-первых, это единственная вещь в нашей офисной жизни, которую мы уважаем и почитаем. А во-вторых, все-таки в чем-то респект, в какой-то части конструкции этого стула можно предъявить, выразить респект, так сказать. Но речь не об этом. Когда я только начал сидеть на этом стуле, ну, может быть, там, спустя полтора года, появилась маленькая трещинка. И чтобы эта трещинка не пошла дальше, я отказался от механизма качения путем фиксации вот этой вот штучки. Видите? Рычажок сюда заходит, и все. Она не качается. Но, несмотря на то, что я не хотел качаться, как бы механизм качения у меня появился сам собой. И вы его тут прекрасно... Мать его, кусок говна собачий, вы видите? Да. Просто металл. Металл треснул. И смотрите, какой это металл. Я, ребят, я не знаю, что это за металл. Мне кажется, если бы войны шли таким металлом, то никто бы не сделал бы ни одного выстрела. Это просто вот какое-то сыромятное говно. Знаете, вот я ключи как-то от бытовки сломал. Там примерно такое же пористое говнецо. Вот из такого металла сделано. Вот и думайте теперь, как бы, хотите ли вы за 40 тысяч купить стул, который будет состоять у вас из какой-то сыромятины, лепнины, и непонятной стали. Я не знаю, что это за сталь. Я не технолог. Я вообще никто-либо то не был. Но, насколько я знаю, как бы хорошая сталь, вот как бумага, просто по шву, по какому-то там элементу усталости, не будет разрываться. Скорее всего, это просто вот действительно обычный какой-то сыромятный кусок говна, который даже и не пластичный, и никоим образом его не пытались даже закалить. Тут, наверное, больше подошли какие-то более пластичные стали, чтобы вот эти вот деформации выдерживать. Но нет, это пластилин. Сталь из ключей используют в стульях Thunder X3 White Arctic Z. Вон на нем написано, что его сделали в 21-м году. Ну, этого не было. Вы не думайте, что я на этом стуле там как-то прыгал с него с парашютом, куда-то ездил, где-то катался, знаете, привязывал его к машине и на нем ездил по асфальту. Нет, просто сидишь в таком положении, а потом в один момент раз, и ты падаешь. Только если дальше его эксплуатируют в таком состоянии, во-первых, у нее вибрации, ну, как бы не только вот такого вот порядка, но еще и вот такого, чтобы на нем равновесие держать, я вам скажу, у меня спина так жутко болела, ты как будто бы сидишь на этом, на мече для жирных теток в роддоме. Просто во все стороны вот эта вот елда болтается, и маневрировать никак на нем не приходится. А учитывая то, что здесь говно, тут, скорее всего, тоже говно, и когда вот это вот говно проестся путем дихтомических вибраций, вот здесь вот, тут образуется дырочка, и вы с этого стула просто падаете. Спинка отдельно, ножки отдельно. Куда заведет судьба газлифт, знает только ваша задница. Но он полетит, он выстрелит, я вам клянусь. Если вы в это время не будете пить какой-нибудь кипящий чай или холодное пиво, вам очень повезет. Вот он, каков его истинный вид стула-убийцы, Thunder X3 Arctic White. А какие будут выводы? Да, наверное, единственные. Компания Thunder X3 говно, ее стулья закрыты больше для употребления моей жопы и чужими жопами, и любыми жопами моей семьи, моих знакомых. Кресла их говно, и подход к покупателям тоже говно. И я не имею в виду какое-то припродажное обслуживание. Конечно, если усраться, то можно его куда-то оттащить на отзон, отправить с кем-то договариваться. Но я этого делать не буду. Я говорю вот о чем. Когда я только покупал это кресло, оно стоило целых 40 тысяч. Сегодня, по неведомой мне причине, оно стоит где-то 15-17. Вместо того, чтобы сделать его лучше, провести какие-то испытания и улучшить функционал, продолжая продавать его за 40 тысяч, но более надежным и более полезным, они просто выпускают новые кресла и как на новые телефоны задирают на них куда-то в космос деньги в надежде, что дурачки посмотрят на кресло за 50 тысяч, захотят такое, подумав, что ну за 50-то оно точно будет хорошим, купят и через 2-3 года, как и я, будут нюхать Бебру, ну, уже не сидя на нем. И уважаемые воины света, добра, справедливости, поклонники капитализма, обслуживания, послепродажного, предпродажного, не надо мне писать, что я жирный, что мне надо похудеть, видите ли, чтобы пользоваться какими-то предметами, за которые я отдал кучу денег, и что кресло не виноваты, и я сам на нем как-то неправильно сидел. Я это все прекрасно знаю, и понимаю, что множество людей, которые напишут подобные комментарии, я уверен, они любят жрать говно, любят смотреть говно, любят сидеть на говне, но я не из таких. И если на кресле написано, что оно выдерживает до 150 килограмм, и если хотя бы, ну, банальные 3 года оно не выполняет эту функцию, значит оно не соответствует заявленным требованиям, а значит меня просто жестко обманули, и производитель не провел никаких нагрузочных тестов, не собрал никакую статистику из отзывов, и ничего не сделал, чтобы сделать его лучше. А покупать ли вам такое кресло? Я не знаю. Возможно, если вы анорексичный шланг под 2 метра ростом и весом 80 килограмм, оно будет вам впору. Ну или если вы маленькая девочка, и вам нужен большой поджопник, чтобы, ну, знаете, пару часов в неделю на коммерческой основе демонстрировать свой вареник на камеру, то возможно тоже. Если же вы жирный, как я, например, то я очень-очень не советую вообще даже никоим образом не приближаться к этой компании, и не смотреть в ее сторону, и поискать варианты получше. Просто в таком случае, через 3 года, обычного человеческого использования вы его выбросите. Я не сидел на нем всей семьей, я не прыгал на нем, не использовал его вместо строительных лесов. Я просто на нем сидел с жопой своей перед компьютером. И больше я с ним ничего не делал. Так что трижды подумайте перед покупкой, и надейтесь, что газлифт не выстрелит вам в задницу, потому что если оно не выдерживает 150 килограмм здесь, то как бы о газлифте уже тоже могут быть какие-то вопросы. А прострел жопы это самая частая и самая опасная травма, которой подвергаются офисные работники. А с вами был Сковорода. Берегите ваши задницы от отстойных кресел, берегите ваши дырочки от газлифтов, которые делают контрольный выстрел. И всем пока!